Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru Сегодня в этом видеоролике мы разблокируем ZTE MF823 от Beeline Когда-то уже был отснят ролик по мегафоновской версии у него он называется M103 А сегодня мы будем разблокировать именно Beeline Процесс разблокировки данного модема немного отличается от привычных видеороликов Поэтому будьте внимательны Для данной разблокировки нам потребуется код И код можно доставить на площадке плати.ру Я открыл уже описание к товару И здесь есть текстовая инструкция Ссылка на это все дело в описании к этому видео И давайте уже сразу по ней пойдем Нужно скачать два архива Я их уже скачал Первый это установить драйвера Qualcomm Вот они Ничего сложного в установке этих драйверов нет Достаточно запустить драйвер инсталлер Но они у меня уже стоят После этого нам нужно скачать и запустить ZTE MF823 менеджер Запускаем И далее нажимаем на кнопку Connect Система X2 звука подключения какого-либо устройства И здесь появился вот такой вот вывод Это означает, что все хорошо Если все прошло успешно Должен появиться EHS, USB, Android, DR902D, COM порт Нам лучше это проверить Достаточно зайти в диспетчер устройств Не важно каким путем И увидеть, чтобы в COM портах был этот самый Alcatel EHS, USB, Android, DR902D, COM порт Если этого не было сделано Быть может такая ошибка Допустим, что модем имеет другой адрес То есть не 119266801 Или этот адрес занят домашним маршрутизатором Который тоже может иметь такую вот сеть Это все исправляется легко Достаточно зайти в подключение, которое у нас есть То есть здесь мы видим Wi-Fi адаптер Подключение к нашему модему И вот как раз тот самый домашний Wi-Fi адаптер И можно посмотреть Если он тоже имеет адрес 192.168.01 То его достаточно просто отключить У меня порция другая, поэтому мне в принципе не страшно Такая ошибка может возникнуть у вас А после нужно нажать на Detect И здесь появится список COM портов И нам нужно выбрать нужный Здесь он один, потому что в этом ноутбуке нет COM портов У вас он может быть не один Поэтому надо выбирать тот, который светится в диспетчере устройств И после этого нажать на кнопку READ Информация считалась Мы получили EMA и Encrypted Block Если вместо EMA и Encrypted Block написана какая-то ересь Это означает, что скорее всего неправильно выбран COM порт Имейте это в виду После этого с этим кодом мы его копируем Идем на сайт reginfo.ru И в разделе сервисов Где проверка Unlock ZTE И интернет сейчас не работает Потому что опять-таки Система переключилась именно на этот модем Сейчас мы его попробуем отключить И снова все работает Вводим Encrypted Block Вводим EMA Доказываем, что мы не робот И нажимаем проверить Вывод Отлично, можем заказывать код И нас переадресует на ту же самую онлайн площадку Здесь мы выбираем способ оплаты Оплачиваем И вводим необходимые данные Инструкции по оплате я тоже отснял И вы видите сейчас на экране Вы можете оплатить Как с WebMoney, с Kiwi, с Яндекс денег С кредитной карты МТС и Билайн Аннотации на эти видеоролики Вы видите в описании И также вам ничего не мешает оплатить Используя другой способ Но уже самостоятельно Я это дело уже купил Заполнил необходимые поля И мне выдался код разблокировки После этого мы берем Втыкаем модем из компьютера И вместо Билайн Ставим сим-карту другого оператора Давайте в моем случае Это будет МТС Сим-карту вставили Возвращаем модем в компьютер Давайте теперь уже отключим Выделенную линию Я драйвера не вставил Просто извлеку CD И модем определился как сетевая карта Вот модем определился как сетевая карта Если мы обновим страничку То увидим как модем просит код И мы его копируем с площадки И вставляем Куда-куда его просит Ждем какое-то время И вот и все Чудо случилось Модем зарегистрировался в сети МТС И даже подключился к сети Не прописывая профиль Нам лучше лишний раз проверить Сейчас конечно доступ уже есть без настроек Но по-хорошему лучше Создать профиль АПН можно получить у оператора На МТС это интернет МТС РУ У него пользователя МТС И пароль МТС Применяем Выбираем Ну вы видели в принципе Что модем уже был разблокирован И то что даже соединение с интернетом Оно установилось МТС интернет выбран у нас Теперь заново подключаемся И как вариант Можем смело идти На спидтест.нет И проверять скорость с интернетом Мы будем рады Если вы также оставите положительный отзыв Под приобретенным товаром Это можно сделать чуть ниже Я это делать не буду Потому что себе накручивать отзывы Это не хорошо И надеюсь Что данная инструкция Была для вас полезна Больших вам скоростей В интернете Ну а с вами был Антон Один из администраторов 3ginfo.ru Совместно с Декером Которая с портала unlocklab.ru До скорых встреч И мы будем рады Видеть вас В рядах наших клиентов Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин